Ты отвечаешь на все мои вопросы. Я сейчас отлично отвечаю на все вопросы. Мы просто поговорим с тобой о какой-то гигиене, красоте. Если что-то зубы, я скажу «нет» и иногда начинаю. Хорошо, чистишь ты, блин. Нет. Чистишь ты зубы. Нет. Все, мы закончили. Ты каждый день моешь голову. Бывают случаи, что ты иногда не помыла голову? Нет, бывают случаи, когда я через день мою голову. Но мне, честно говоря, не очень комфортно ставить каждый день мою голову. Но это... Знаешь, что это вредно? Да. Я хотела сказать об этом, что для... Нет, это не то, что вредно. Для каждого человека он должен сам найти... То есть некоторые ребята, то есть некоторым... Вообще можно мыть голову один раз в неделю, и волосы нормально. Они не жирные, они не ссальные, они выглядят красиво. Ну да, я, например, не могу выменить каждую голову. Я тоже не могу. Я просто сниму каждую голову, мои волосы я сегодня по форме чувствую. То есть состояние моих волос не удовлетворительно, а на троечку, так сказать, на троечку. Но ты вообще посоветуешь, ну, чтобы люди посмотрели на свои волосы, как они ощущаются? Да, посмотрели на свои волосы, да. Если волосы на второй день, на третий день, может, на четвертый день чистые, то... Везет там у человека, знаешь ли? Везет там у человека недостойные волосы, ну, дать, там, не знаю, у кого-то. Если живут в не такой загрязненной среде, как мы живем, то там, наверное, можно, я не знаю, я почти видела голову. Видишь, такой смешной вопрос. А ты, когда вот уйдешь в душе или ванну, ты первым делом моешь тело или голову? Голову. А знаешь, почему? Почему? Потому что, когда моешь голову, ну, я не знаю, это как-то психологически, ты даже не задумываешься об этом, но когда моешь голову, у тебя шампунь уже как бы стекает по теле, а оно тело уже моется, и потом ты как бы... Ну, понятное дело, тут, представляешь, помол тело, потом намолил голову, потом этот счет опять сливается, и тебе теперь нужно... Как грязь! Скажи, брить ноги – это важная вот вещь для девушки? Знаете, мне, когда я начала заниматься этими вещами, маму первый раз меня ругала, она сказала, зачем ты это делаешь, потому что есть девчонки, у которых изначально, ну, вот какая-то растительность, ну, то есть она не густая растительность, ну, да, или светленькие, да, светленькие волосики, их даже не нужно брить, если они светленькие волосики, то, конечно же, очень лучше не трогать. Ну, тогда больше нет, не будет проблем. Честно говоря, он, когда брешь ноги, они потом еще больше растут волосы, становятся жесткие. Они когда-то жесткие, там темнеет по цвету, и становятся вообще... Они растут в два раза быстрее этих... И постоянно... А ты давно начала брить ноги? Вот во сколько? Вот сколько тебе сейчас лет? 20, я вообще не знаю. Я не помню. Вот честно, не помню. Лет, наверное, может... Лет с 13, наверное. Не знаю, я, честно говоря, ну, совсем недавно начала брить ноги. Не знаю, у меня были какие-то светленькие... Ну, у тебя, наверное, вначале волосы светлые были, даже было не видно, на самом деле, кто не знал... У некоторых людей вообще нет волос. Вот, счастливые люди. Да, что не надо этим заниматься. Солярий, ты считаешь, это нормально? Хотя, в принципе, говорить о нем сложно, да? Если, например, просто загорать даже на юге не совсем полезно. Нет, это полезно... Нет, это полезно определенные... В определенных дозах. Ну, то есть, это нельзя перед тоже, когда... Ну, я считаю, как? Солярий можно... Походить в Солярий, может быть, раз в полгода. Ну, то есть, ты там сходил, не знаю, несколько сеансов. Да, раз в полгода, да. Ну, несколько сеансов ты сходил, ну, для того, чтобы реально, ну, не быть бледным, просто, чтобы у тут не вылезали, не знаю, синие места, чтобы просто вена вот так не вылезали, что-то... Ну, потому что я знаю, я когда очень бледна, у меня начинает и вена, вот здесь я вот нездоровый цвет лица. Немножко можно, но обязательно должно начинаться... Не с 15 минут, а буквально с 3 минут, потом 5 минут, потом 7, максимум 10, больше с 10, нельзя. Не советуют вообще. Ну, часто на себя приходят такие, да, вон, что я не сгораю, да, вон, 10 минут, качьи 2 раза, 2 раза, 2 раза, 2 раза, 3 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 раза. И потом просто с обугленным телом вообще-то не можешь двигаться. О, знаю таких девчонок. И часто это очень вредно, на самом деле, это очень правильно говорят, что солярий вообще приводит к раку. К раку, да, браковый грех. Да, и часто ни в коем случае не сгорает. Я сама очень достаточно... Ну, я люблю солярий, я люблю сгорать. Правда, это загоры по... Южный загор. Расскажи, а вот что вот, ну, девчонки, если есть реально бледные, которым, ну, действительно, нельзя не солярий, ну, и загорать нельзя на солнце, что им делать? Но, был случай, когда я видела девчонка, которая намазалась автозагаром так, летом это было, я помню, что у нее как между пальцев ног, вот пальцы рук, да, 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 белые, белые полоски прямо, потому что она это неаккуратно все нанесла, вот это все вся в пятом, здесь шея, в пятно, здесь белое, вот здесь. Да, да, да. Это правильно, но что делать девчонки? Да, да, да. На самом деле, многие девчонки, которые белокожие, они не понимают, что белокожие, она на самом деле, она на самом деле очень ценится, и, да. Да, это вообще считается, белокожие вообще считается признаком такого королевского, королевских то, то есть, не знаю, вообще раньше, вообще стало, что те, кто загорелые, это рабы, а те, кто с бледным лицом, это, ну, это, не знаю, боги, вот, ну, на шнутку даже, на нутку посмотри, она тоже очень бледная, но действительно это идет. Вот, но na ¯— вот это не надо просвечиться вся… Получается — «Мы рабы», мы рабы! Расскажи, а маникюр — важная вещь для девушки? Да, маникюр — важная вещь для девушки! «О-о-о-о! О-о! О-о-ой-го!» Но мне всегда slaismaa о том, что нам маникюры стали желать желать лучшее. Нет! Ну я думаю, что мне можно сделать скидку, я думаю, что это сам вот как-то так... Нет, вот я имею в виду, что, ну, как бы... девушки ну например ну не сделан маникюр но это вот нет я считаю что значит в любом случае девушка должна с собой ухаживать аккуратненько но не обязательно ходить с очень не знаю тетечка который тебе будут там разобеждаешься в лаком когда она красит тебе все это нет просто можете чтобы украинка подстрижено чтобы что без всяких сусенцев чтобы просто аккуратненько лачочком прозрачным можно не обязательно ярким цветом просто радащий лак чтобы смотрелся аккуратненько ну красиво чтобы не вызывало тоже каких-то неприятных эмоций вот и все а когда говоришь здравствуйте там я оооо аня покажи крупно просто музыкантов надо уважать в смысле уважать надо я имею ввиду нужно делать скидку потому что мы каждый день играем на гитаре соответственно ногти во-первых длинный нельзя иметь потому что неудобно играть и звонит и лак постоянно стосывается а у меня вообще вот как видишь у меня вот здесь из-за гитары трескается вот здесь прям все у меня постоянно тоже что бьешь вот так по гитаре а у меня вообще ноги там тонкие становятся но это нормально а теперь смешной вопрос одевала ли ты когда-нибудь дырявые носки приходилось? да приходилось а почему потому что у тебя не было ну чистых носков или не дырявых носков? нет ну потому что когда с утра ты просыпаешься в школу понимаешь ли ты в состоянии а знаю себя я вообще просыпаюсь это ведь когда я выхожу на улице только я просыпаюсь вот если я одеваюсь вот как я не знаю вот я не знаюo просто дев剛剛 попавшим одеваешь и так очень часто разная очень часто разная часто более что вы выходишь пат varied школы снимка приготовишь и поймёшь что о о о о планünечкиaru очкаются а потом ты а потом нет подойдёт гостю вечером и приходишь и сразу начина branches мы и даже не снимаем обувь прикиньте у меня носок порвался Ну, чтобы люди не подумали, что ты ныряла, пошла. Да, слушай, ныряется.